Привет всем! Прекрасная история из сегодняшних новостей. Оригинал пару дней назад на британском сайте. Идеальная иллюстрация к моей старой мысли. Вставляю ссылку в угол на оригинальный ролик. Ситуация следующая. Живет себе пара, такая уже вполне в годах. Люди поженились, им было за 50 лет. Зачем? Не спрашивайте, это другой вопрос. Было это в 12 году. Сейчас жене там что-то 58, мужу тоже плюс-минус столько же. Какое-то время назад мужа сократили на основной работе. Через специальную службу, примерно аналог нашей биржи по трудоустройству, ему нашли новую работу. И он стал сотрудником какого-то фитнес-центра и подсел на фитнес, на качалку, на физические упражнения. И у него это дело пошло. Там, правда, уже, конечно, возрастные ограничения дали знать о своем. Поэтому он использовал гормоны. И, возможно, гормонами в том числе объясняется то, что случилось дальше. Но дело не в этом. Во время стандартного анкетирования, то есть эта биржа проводит некий мониторинг людей, как они работают на новом месте. При проверке проверяющие обнаруживают, что мужчина в достаточно плохом состоянии. Возможно, это было неоднократно. Я воспроизвожу ситуацию по нескольким новостям. Может быть, я не все правильно понял, но я постараюсь дать максимально. С одного или нескольких раз у мужчины диагностируют, ну, скажем так, странно пониженное настроение. Его начинают расспрашивать, что с ним не так. И он объясняет, не знаю, в каких выражениях он это объяснял. Дело было уже два года назад. Объясняет, что ему тяжело живется дома, что жена плохо настроена по отношению к тому, что он увлекся фитнесом, на ее взгляд чрезмерно. Она настаивает, чтобы он снизил количество. Ей не нравится, что он принимает гормоны, не нравится, что у него запах поменялся из-за этого. Ей не нравится, что он начал принимать виагру. Она ему отказала в сексуальной близости, насколько не написано. И плюс к этому регулярно достает его тем, что психологически давит, требует от него постоянно делать что-то по хозяйству. То пропылесосить, то убрать, и все это там часто, или там по нескольку раз подряд и так далее. Анкетирующий заполняет определенную анкету. Видимо, в этой анкете оказываются заполнены какие-то важные галочки. И по некой логике система сочла, что это дело подходит под определение закона о нефизическом домашнем насилии, который был принят в Британии в 2015 году. После этого к дому приезжают два фургона с полицейскими, забирают эту даму, которой там за 55 лет уже было, везут и сажают ее в КПЗ, где она проводит 17 часов. За эти 17 часов проводятся дознания, допросы, выяснения, и ей выписывается, автоматически выписывается тот самый судебный ордер, ограничительный ордер. Заметьте, муж этого не делал, он не писал никаких заявлений и никуда не жаловался. Это произошло абсолютно само по себе. Значит, ордер запрещает ей на два года появляться близко около мужа, соответственно, у нее отбирают ключи, и она не имеет права зайти в дом, в котором она жила вот до этого дня. Во-вторых, открывается судебное дело, и это дело по какой-то причине шло аж 14 месяцев, и вот буквально на днях подошло к завершению. А закончилось тем, что когда подошла очередь мужчины давать показания и, собственно, писать заявление и предъявлять претензии, он сказал, что никаких претензий у него, собственно, нет, и никаких заявлений он не писал, и писать не будет. То есть у дела был единственный свидетель, и он отказывается от каких-либо показаний и претензий. И никогда их не давал, кроме той анкеты, которая к судебному делу прямо не относится. В общем, жена от всего этого в полном шоке, говорит, что это ужас, кошмар и фашизм. Как это можно так было делать, да еще без какого-либо прямого заявления человека? И вообще, что в этом такого? Вот эта фраза, мне ее больше всего понравилась. Surely it isn't controlling behavior, otherwise every married couple would be in court. Она риторически спрашивает. Конечно, это не относится к контролирующему поведению, иначе все женатые пары могут оказаться в суде. В общем, теперь она оскорблена, испугана и срочно подает на развод, как только дело закрылось. Как это, говорит, я могла его контролирующим поведением угнетать, если я ростом метр пятьдесят, а он метр восемьдесят с лишним, и он качок? Очевидно, этот вопрос нужно приадресовать авторам закона. Вот так они гендерно-нейтрально сформулировали, что такое управляющее, контролирующее поведение, давляющее поведение, и отнесли это к домашнему насилию. И тут выясняется сюрприз. Даже домохозяйка пожилая понимает, что, оказывается, это относится ко всем абсолютным парам. Кто бы мог подумать? И она еще в шоке и недовольна, а ведь легко отделалась. У нее могло бы появиться судебное дело с конкретным сроком, там, или штрафом, или тем и тем вместе, и еще занесение в реестр людей с историей домашнего насилия в прошлом, которое ограничивало бы ее возможность работать, например, или даже появляться в каких-то местах. В общем, британский вариант анекдота «А нас-то за шо?». Я уже говорил и повторюсь, что то, что большинство женщин считает обычным совершенно нормальным явлением, на которое имеет право каждая жена, то, что в народе называется вынос мозга. Да, вообще-то по многим пунктам это вполне подпадает под нефизическое домашнее насилие, психологическое насилие, финансовое насилие. Просто когда его принимали, то забыли подумать, а что если их этим законом будут оценивать? Вот и все, такая мелочь. Забыли проверить его на моральный императив Канта. Вот такие новости. Всем пока и удачи!